Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Над тем, чтобы строчка из песни стала реальностью, трудятся ученые. Возможно, их ряды в недалеком будущем пополнят и герои следующего сюжета. В Чувашском государственном университете прошли республиканские соревнования по робототехнике среди школьников. Без лыж, палок и вовсе не по снегу. Соревнования по биатлону среди роботов проходят совсем не так, как среди людей. Задача этих умных машин – пройти по дистанции, сбить или захватить препятствия. Заставить металл слушаться человека и запрограммировать кучу деталей на эти действия не так просто. А между тем, среди участников состязаний – школьники, младших и средних классов. Это только один из этапов соревнований. Это соревнования отборочные, отборочный тур, республиканские соревнования по робототехнике по направлению холлоу-робот. До этого отборочного тура на подобные же соревнования, но уже российского уровня, в Москву поедут две команды. На соревнования по биатлону младшей категории до 11 лет и старшая категория до 15 лет по траектории. У своих питомцев участники знают каждый винтик и болтик и отмечают – собрать робота еще полдела. Он вообще состоит из колес, два основных, мотор, контроллер, мозг вообще по сути робота, заднее колесо для поворотов и два датчика. Они для того, чтобы видеть линии. По сути, этого мало, и для этого мы еще создаем программы, которые управляют как раз этими моторами и датчиками. На вопрос, чем вам нравится конструирование роботов, участники не по-детски отвечают. Это развивает мозги и поможет стать хорошими инженерами. Планы, связанные с работостроением, у молодежи серьезные. Если мы хотим к 20 годам получить инженеров или к выпуску, сегодня у нас 21 год студент опускается, то мы должны начинать с пяти, а может даже еще раньше. Соответственно, то, что сейчас университет делает в рамках детской робототехники, это мы действительно себе готовим студентов более качественно, чем сегодня они поступают к нам. Судя по всему, эти дети уже знают, чем хотят заниматься, когда вырастут. А значит, цели организаторов соревнований и представителей Центра молодежного и инновационного творчества «Чувашия» достигнуты. Ольга Пыричкина, Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов. Республика.